Тема насилия над детьми заявляется актуальной для всех края света, причем выразить ее полностью, поколь не отребуется нигде, что совсем не значит, что заниматься еею немае сенсу, тем больше, что реальная ситуация добровядомая. Сгодно с запущенным анонимным опытанием, больше 18% школьников сутокались с семейным насилием, от физичного до психологичного, что приводит у темлеку до смертных выпадков. В 2015-м по вине батьков загинули двое неполнолетних, еще двое летость. Проблема, якой на форуме уделили особливую увагу – сексуальное насилие сбоку батьков. У нас, к сожалению, таких примеров в области немало, когда отцы насилуют своих детей, когда отчимы совершают насильственные действия в отношении детей. То есть проблем очень много. Сегодня серьезной проблемой является влияние интернета на суицидальное поведение детей, когда дети вступают в группы смерти, такие как синий кит, тихий дом. В целом, по Гомельской области, в социально-небеспечном обстановлении, находятся около 4500 неполнолетних, суициды, инвалидности и сломанные леса. Недопроцовки в профилактике домашнего насилия имеют конкретное усабление, а причаторное гребывание потребами детей, часом приводит до того, что опошние в знак протеста робят такие учинки, что в вынику оказываются навык у спецустановок закрытого типу. Инши раз, как выправить ситуацию, спочатку необходимо принять достаточно жесткие меры. У Петерковским державным специально просеянного училища закрытого типу находятся девчинки-подлетки в возрасте от 11 до 18 годов. У свой час усеянные имели конфликты с законом. Сегодня тут утромлюется кле 50 девчонок из всей Беларуси. По осудности лез кожный из их демонстрация того, до чего могут привести конфликты у семьи. Кожный из этих девчонок находится у закрытого училища по проговору террошения суда после крадежов, поживания алкоголя и наркотиков. Разум с ним видовочное и то, что главная причина у всех поводинов – несприяльная ситуация у семьях. Теперь девчонками занимаются не только прационным выхованием, а и учить таким понятием, как здоровый лад життя и культура семейных относин, причем, на думку денег у Петерковского форума, за этой дисциплины были бы не лишними и в школьной программе. Повышенную увагу необходимо надавать и профилактичной работе, причем межведомственное взаимодействие должно быть больше тестом, тем больше, что такие приклады на Гомичине есть. Дети, которые подвигаются насилию со стороны взрослых, они направляются УВД к нашим психологам и проходят комплекс мер с этими детьми. Мы оказываем помощь медицинского характера, материальную помощь в виде продуктов питания, одеждой и, конечно же, помогаем органам следствия для раскрытия данных преступлений. Областный межведомственный форум «Дятинство без насилия» завершился принятием взвороту даже хоров в Гомельской области. Нельзя недооценивать важность слов «Я тебя люблю». Дети любого взрослого мают потребу подтримцы и ожидают чуть, я тобой гоноруся. Наши дети глядят на нас и сподяются, что у наших душах есть место для их, их почутил и переживанию. Задумайтесь, те отповедаем, мы их надеем. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадио компания «Гомель» с Петрикова.